Коллеги, рядом со мной Василий Тарасевич, компания Магнит. Здравствуйте! Добрый день! Ну, сразу хочется пообщаться, как дела у Магнита. Слушайте, мы себя чувствуем достаточно хорошо. Компания Магнит имеет большой, скажем так, большой опыт работы на российском рынке. У нас очень много собственного производства, и поэтому мы себя чувствуем комфортно. В отличие, наверное, от тех, кто сидел на большом импорте, у нас история другая. Мы, как компания, которая поставляет российские товары и поставляет их в большом количестве, чувствуем себя относительно хорошо, сложившись с ситуацией. Это очень хорошо и замечательно, приятно это слышать. Скажите, пожалуйста, какие шаги были приняты в ближайшие два месяца? Потому что вряд ли кто-то из ритейлеров может сказать, что мы не делали абсолютно ничего, работаем в штатном режиме. Какие-то шаги наверняка были, может быть, есть чем поделиться? Да, компания посмотрела на то, как реагировать на эти все обстоятельства, возникли в окружающей среде. И были выработаны стратегические инициативы. Первое – это то, что мы смотрим на те товары, которые производятся в России. И если раньше мы смотрели на весь спектр, то теперь мы концентрируем внимание на том, что можно будет произвести в России, купить в России. И то, что может быть в дальнейшем произведено в России другими компаниями, которые у нас нет в пуле поставщиков. И это, наверное, ключевая особенность того, что произошло с «Магнитом». Что мы теперь ориентированы на российского производителя и на то, чтобы производилась эта продукция в России. Замечательно. И у нас, получается, в принципе, все поставщики готовы, логистика простроена, потому что все наши родненькие, любимые. И получается, я так понимаю, что, в принципе, буквально день-два и абсолютно все полки будут забиты продуктом, который, в принципе, будет потрясающего качества и любим всеми нашими покупателями. Это, конечно, хорошая была бы история, если бы у нас был базис для этого организован. Мы привыкли получать самые качественные продукты, и сейчас этот сегмент качественных продуктов немного видоизменяется, и мы ищем решения на российском рынке, которые были бы такого же качества, как и импортные. Раньше было очень удобно. Ты покупал импортный товар, который был качественный, и потому что была большая база производственная. У нас эта база чуть меньше в России, но мы понимаем, что наши потребители уже привыкли к качественным товарам. Они не захотят покупать меньшего качества или несоответствующих их требованиям. Все эти требования сохранятся, и я вижу, как в России появляются продукты, которые заменяют продукты, которые были в европейского. Например, да, мы все пользуемся айтишными какими-то продуктами внутри компании. Сейчас те же там дживеры, еще какие-то продукты, которые были западные, вытесняются Яндекс.Трекером и аналогами, да, и во всех областях такое происходит. То есть теперь у нас развивается российская производство софтовая, и мы понимаем, что если надо будет, то мы заменим западные продукты российскими аналогами. Дело просто во времени. Да, время. Да, это время, это, понятно, ресурсы. Мы вложились раньше на то, чтобы запустить одни ресурсы. Тебе нужно будет мигрировать на другие, и это, конечно же, время, это деньги. Вот. Не хочется их тратить впустую. Мы хотим понимать, что мы получим качественный, хороший продукт на тех условиях, которые были раньше или, может быть, даже лучше, потому что здесь нет вот этой западной наценки и того, что какие-то лейбы, типа больших брендов прикреивали еще свою цену. Здесь мы получаем прямо от производства, вот произведен продукт, и мы его получаем, поэтому это будет дешевле, я думаю. Замечательно. Спасибо вам большое за такое мнение, и надеюсь, все покупатели Магнит оценят по достоинству вашу работу. Спасибо вам большое. Всем хорошего дня и хорошей недели. Всего доброго.